Мы делаем еще один нумерологический вечер с бесплатной консультацией. Это нормально считается, это корректно. Да, конечно, так или иначе. Скажи дату своего рождения. 18.06.1980. 18.06.1980. Если кто-то хочет следовать, то вы можете взять это как еще один урок. Мы уже практически начали тренировать тренинг. Выписывайте дату. Выписывайте дату. Хорошо. Затем вы делаете три единственных числа. 18 становится девяткой. 6 становится шестеркой. И 1980-й – это девятка. А, вы родились в год обезьяны. Когда мы работали с первой чакрой, я купила эту черную каму. И мы немедленно знаем, что твой жизненный путь – это шестерка. Потому что другие два числа – это девятка. А девятка – это всегда зеркало. Они никогда не меняют другие числа. Если вы не верите мне, то 9 плюс 6 плюс 9 будет 24. То есть, можно сказать, что ты шестерка двадцати четырех. Есть разные способы сложения. Также можно сказать, что ты тридцать три. Жизненный путь – шестерка, шесть. Один из девяти единственных чисел. И что мы ожидаем от шестерок? Что они очень энергетические и страстные люди. Иногда они не знают, как работать со своей собственной энергией. И иногда могут быть их времена в жизни, когда у них нет энергии. Но это потому, что на самом деле они боятся своей собственной энергии и подавляют ее. И для шестерок основной жизненный урок – это как трансформировать «нет» в «да». Как сказать, говорить «да» самим себе. Потому что с самого начала жизни они очень энергичные. И они будут чувствовать себя подавленными другими людьми. И другие люди будут говорить, что этот ребенок слишком активный. Успокойся. И первое число обуславливания – это будет день и месяц, сложенные вместе. Которые станут пятнадцатью и станут шестеркой. И в некоторых системах это называется первым пиком, первой вершиной. А мне нравится называть это сознательным обуславливающим числом. Это о том, что будет в твоем сознании в первые тридцать лет. Но так как твой жизненный путь – шестерка, и число обуславливания – шестерка. Поэтому то, о чем я говорил ранее, что возможность подавления своей собственной энергии – это еще более сильное послание сейчас. И очень здорово, что ты уже начала свое личное развитие. И для шестерок это очень большое изменение в их жизни – начать личное развитие. Потому что ты действительно хочешь поддерживать себя и любить себя. Если мы вспомним, что карту старших арканов для шестерки – это любовники. И это также означает, что шестерки находятся на пути любви. И любовь – это не только о том, чтобы любить других людей. Это также о том, чтобы любить себя. И я также ассоциирую шестерку с очень сильной красной энергией. И я также заметил, что когда шестерки приходят к личному развитию, их очень привлекают энергетические методы. И к тантре. И к тантре. И тантра – это о том, чтобы как следовать пути любви, следовать энергии. И первое подсознательное число будет тройка. И для подсознательных чисел мы просто их добавляем вместе. А для подсознательных чисел мы просто их вычитаем. И для первых обусловленных чисел мы работаем с девяткой и шестеркой, что становятся шестеркой в сознании и тройкой в подсознании. И значение числа тройки – это выражение правды из своего сердца. Это о коммуникации своей истины, своей правды. Но также это очень важное число для художников и творческих людей. И в старших арканах мы также называем это картой императрицы или творчества. И вот в эти первые 30 лет особенно в твоем раннем детстве было бы полезно, если бы твои родители и семья поддерживали твое творчество. Но, конечно, мы не можем больше ждать своих родителей. Но ты должна почувствовать сама, открыла ли ты уже свое творчество. Научилась ли ты честно говорить из своего сердца? Поэтому это очень про темы пятой и четвертой чакр. Пятая чакра – она о коммуникации, но также о творчестве. И сердечная чакра, конечно, это сердце, любовь. И давайте перейдем к второму жизненному периоду, который на самом деле будет тем же самым. И это будет длиться еще 27 лет. Это будет до возраста 57 лет. То есть, то, что я только что сказал, просто продолжается. И когда мы перейдем к третьему жизненному периоду, тогда будет первое большое изменение. То есть, в 2027 году. Тогда у тебя будут числа 3 и 0. И мы получаем его от добавления двух сознательных чисел первых двух жизненных периодов. И 6 и 6 плюс 12 – это 3. И в подсознании 3 минус 3 – это 0. И у тебя еще много лет для того, чтобы полностью изучить уроки шестерки и тройки. Но после 57 лет ты будешь чувствовать, что тебе легче себя выражать. Но в подсознании будет ноль. И это будет означать, что у тебя не будет сопротивления тому, что будет к тебе приходить. И, с одной стороны, когда у нас нет сопротивления, мы как невинный дурак. И если мы говорим «да», это невинность, тогда мы можем действовать спонтанно, как мастер. Мастер – это как дурак тоже, как дурак. И для четвертого жизненного периода у нас будет 9 и опять ноль. Потому что для четвертого жизненного периода мы складываем 9 дня рождения и 9 года. И 9 плюс 9 – это 18, это 9. И 3, 6 и 9 – это довольно-таки магические числа, они довольно-таки сильно соединены. В «Эннеограмме» они формируют большой треугольник. В «Глубоком учении оросома» они называют это «звездой пути медитации». «Девятка» по сути – это об интроспекции, о том, чтобы смотреть внутрь себя, узнавать себя. Это будет в поздних стадиях твоей жизни. И в твоем сознании ты будешь смотреть назад, осматривать свою жизнь. Смотреть на все вещи, которые ты пережила. И это очаровательное, прекрасное число иметь в конце жизни, о медитации, о сознании. Давай посмотрим, что происходит в этом году. Конечно, мы можем также взять из предыдущего года. И 18 июня 2020-го. И, конечно, 18 плюс 6 становится шестеркой. И 2020 становится четверкой. Поэтому прошлый год был годом номер один для тебя. Вот этот год будет годом номером два. Как мы знаем, когда личный год начинает на нас влиять? И нумерологически, математически, я могу назвать тебе несколько дат. Первый января. Или 10 минус 9, это будет прошлый сентябрь. Или в день твоего рождения в прошлом году. И позволь мне объяснить немного, что мы ожидаем, что будет происходить в годы номер один и номер два. И, может быть, ты можешь дать нам обратную связь, когда ты заметил изменения. И номер один, конечно же, новое начало. Но часто новое начало достаточно медленное. И в прошлом эфире я также давал пример числа один. Это как первая передача механизма машины. Требуется много энергии, чтобы начать движение. И двигатель двигается очень медленно, хотя он сильно работает. Поэтому часто мы не замечаем, что началось в год номер один. Пока мы не попадаем в год номер два. И тогда мы начинаем видеть, что что-то действительно начало начинаться в моей жизни. И это может быть в всех сферах. Это может быть в бизнесе, в отношениях, или в личном развитии. И мы всегда находимся в переходе между прошлым годом, этим годом и следующим, будущим годом. И даже прошлый год, хотя он должен был быть началом нового цикла, ты могла почувствовать, что он о том, чтобы завершать какие-то старые вещи в твоей жизни. И завершение может означать встречу с людьми, с которыми были связи. Это может быть переоценка этих связей. И в этой переоценке ты можешь увидеть, закончились эти отношения, или вы будете поддерживать эту связь в течение следующих девяти лет. И в бизнесе также год номер один – это хороший год для того, чтобы начать новый проект. И вот хочу спросить, заметил ли ты какие-то новые начала в прошлом году? Ну да, много новых начал. Ты что, может, хочешь рассказать? Это не слишком личное. Ну, больше начал внутри меня. Ну а внешне я развелась мужем. Переехала, короче, стала самостоятельной, наконец. Да, да. 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 Число один – это очень сильно про независимость, про… Стенд-алон, но… Да, да, да. Самостоятельно. Да, стенд-алон. И развод – это также очень много у энергии номер числа девять. Окей. Номер два, actually. Номер два года может быть ассоциирован с началом новых отношений. Это может приходить. Это может будет приходить. В большей мере я чувствую, что день рождения – это то, когда мы чувствуем самое большое изменение. Хорошо. Хорошо. Окей. So, actually, because you're… Because with three, six, and nine, actually, the numerology is quite simple. Хотя с тройкой, шестеркой, девяткой, номерология довольно-таки простая. Because it's just… It's the same story repeating again and again. Это одна и та же история, которая повторяет себя снова и снова. The three means you really need to learn to trust the truth of your heart. Тройка означает, что тебе нужно научиться доверяться правде своего сердца. And that is one of your life lessons is to bring your heart out into this world. Это один из трех жизненных уроков – это вынести свое сердце наружу в мир. So, you know, if you do form any other future relationships… И если ты сформируешь какие-либо будущие отношения… From the beginning, I would recommend that you make it clear that this relationship is based on honest communication with each other. And also part of number three, our lesson of three, especially when it's in the subconscious… But часть тройки и урока его, особенно всего в нашем подсознании… Is to heal the wounds of the heart… Это исцелить раны сердца… Which could be any stories of jealousy and betrayal… Это могут быть любые истории ревности или предательства… So, emotional healing is important for threes… Поэтому для троек очень важно эмоциональное исцеление… Любые медитации или терапии, которые помогают исцелить твое сердце, поддержат тебя… Доверие очень важно… Но также создавая связи с людьми, которым твое сердце доверяет… Но на более высоком уровне тройка также о том, чтобы научиться тому, чем является ответственность… Так как тройка также о творчестве… И это включает не только художественное искусство, пение или танцы… Это включает все, что мы создаем в своей жизни… Поэтому даже отношения, даже брак – это творчество… И что произошло в отношениях – это часть твоего творчества… И это то, где приходит ответственность… Потому что если твое сердце чувствовало себя раненым… Это часто из-за того, что в нашем сердце есть спрятанное ожидание… Сердце также часто называют центром надежды… Поэтому, когда мы входим в отношения, мы надеемся, что в этих отношениях будет любовь… Но надежда – это часть дуальности… А другая сторона дуальности – это отчаяние… Когда то, на что мы надеемся, не происходит… На более ментальном уровне надежда также означает ожидание… Когда мы ожидаем чего-то от кого-то, это также ведет к разочарованию… Поэтому, если в твоей жизни случилось разочарование… Тебе нужно посмотреть назад и увидеть, как ты сделала так, что оно произошло… Это очень полезный урок для изучения… Когда бы ты не чувствовал себя разочарованными… Разочарованными действиями других людей… Это посмотреть назад и увидеть, как… Что мы… Каков наш вклад… Как мы создали частично это разочарование… Это частично уроки тройки в подсознании… Но даже на духовном уровне тройка – это… Чувство того, что мы являемся ребенком Вселенной… Что жизнь принесла нас сюда, в этот мир… Божественный отец и Божественная мать сошлись вместе… И вот я здесь… И это помогает, когда мы находимся в глубине разочарования или отчаяния… Использовать эти моменты, чтобы соединиться с природой и Вселенной… И это таким образом мы можем восстановить доверие к жизни… И другие вещи, которые помогут твоей подсознательной тройке… Все творческие упражнения… Рисование, пение и особенно пение… Не обязательно тебе становиться прекрасным оперным певцом… Но петь для себя помогает открыть сердце… Тебе нравится творчество и пение? Да Да Окей Да Симпло Да Хорошо 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 Итак, любые творческие упражнения не являются потерей времени… Это все помогает открыть канал креативности между четвертым и пятым чакрами… Любые творческие упражнения или деятельность не являются потерей времени… Они открывают… помогают открывать наши четвертые и пятые чакры… С точки зрения медитации, конечно же, я рекомендую джибриш… И девавани… Где мы делаем мягкую версию джибриша… Но даже чакровые звуки над Абрама… Но любая форма пения с любовью, например, баджаны… Но также все, что не ощущается как поп-песня, а что-то, что имеет вот такое духовное пение в себе… И давай поговорим немножко больше о шестерке в сознании… Как я уже сказал, мы ожидаем тебя, как шестерку, быть очень энергичной… Очень страстной… Но не все смогут принять твою страсть… Это может даже ощущаться, что ты как вот такой абсолютный человек… Либо полностью включенный, либо полностью выключенный… Либо очень горячий, либо очень холодный… И не что-то в середине… И многим людям это может очень понравиться, а вокруг нее столько энергии… Люди захотят там вечеринки с тобой проводить и участвовать… И да… И да, ты может быть немного партийная девушка… Может быть, ты сама любишь вечеринки… И проводить время… В прошлом… Вечеринки в прошлом… В прошлом… В прошлом… В прошлом… В прошлом… Так что… Ты немного охлаждаешься? Немножечко охлаждаешься… Хорошо… Ну, это может быть ожидать… Потому что… И это может быть ожидаемо, потому что со всеми из этих сознательных и подсознательных чисел… Особенно, когда мы делаем какого-либо личного развития, проходим. Все медитации, все духовные практики соединяют сознательное и подсознание вместе. И это то, что я называю числом потенциала. Если ты соединишь свое сознание и подсознание вместе, потенциал опять девятка. И девятка — это интроспекция, смотрение на себя, понимание. И это может происходить в любое время, так как у тебя первые 57 лет. Но иногда число девять очень запутывает, оно немного как торнадо. И когда ты чувствуешь себя как торнадо, то тебе нужна тишина и одиночество для того, чтобы вернуться к своему истинному центру. И да, ты можешь быть вот такой девушкой вечеринки, но становись тихой и возвращайся к себе. И может быть, когда ты находишься во временах замешательства. И твой путь для того, чтобы прийти к ясности, может быть, находиться в одиночестве. И в интроспекции, вглядение на то, что произошло. И всегда спрашивать себя, чему я научилась от того, что произошло. Шестерка сама по себе — это как горячий огонь. Иногда этот огонь сжигает нас и причиняет нам боль. И ты вот увидела, например, что ты сожгла себя, и тогда смотришь, а, как я это сделала. Чему я могу научиться из этого конфликта или этого замешательства? — А так как ты также близнецы… — Да, правильно. — Да, правильно. — Да, 18 июня, да, все еще и близнецы. Это также делает акцент на том, что коммуникация очень важна. И также близнецы известны тем, что другие люди чувствуют, как будто бы они посылают двойное послание. Иногда близнецы говорят слишком быстро. Или они чувствуют, что они просто болтают. Это не нужно воспринимать серьезно. Но другие люди могут принять твои слова очень серьезно. И если другие люди дают тебе обратную связь, то ты выглядишь противоречащей самой себе. Ты сказала это, а потом сделала то. И тогда ты можешь посмотреть на то, что ты говорила. И попробовать соединить свою энергию вместе со своими словами. — И иногда близнецы, особенно если это энергичные близнецы, они могут просто вот говорить там… — Да, это просто слова, это просто забава. Но другие люди не понимают, что для близнецов слова — это просто игра. И тогда ты можешь посмотреть, что сила твоих слов больше, сильнее, чем ты представляешь себе, чем ты понимаешь это. Или ты можешь привнести ясность, что когда я говорю вот это, это мое мнение, моя правда сейчас. Но это не обязательно будет моей правдой завтра. И это очень верно для всех переменчивых астрологических знаков. Близнецы, Девы и Стрельцы. Что они всегда текут. Другие знаки не понимают этого потока, они говорят, что ты вот сказал это и вот сделал это. Будет вот так вот четко должно быть. И я просто немного добавляю астрологию в нумерологию здесь. Это может помочь медитировать над силой своих слов. А поэзия также — это хорошее выражение для близнецов. Может быть, для самой себя. Или писать, или рассказывать истории. Это все вещи, которые помогут твоему подсознанию прояснить себя. И сейчас ты находишься в переходе от первого ко второму году. И ты можешь чувствовать, что да, я начинаю новый цикл на следующие девять лет. И все, что я делаю в этом году, это как я сажаю семечко в свое будущее. Поэтому вкладывай энергию в то, что ты хочешь вырастить. И также это требует терпения. Новые вещи не вырастают немедленно. И, может быть, после твоего дня рождения, когда второй год начнется более ясно, и у тебя будет больше осознание того, о чем этот новый цикл. И если ты все еще одна, без отношений, просто наслаждайся этим временем. Потому что отношения могут прийти снова. Но прежде чем ты вовлечешься в нового человека, удели вот это время для того, чтобы вовлечься в саму себя. Окей, у тебя есть последние вопросы? Какие-нибудь вопросы последние? Да, у меня вот вопрос как раз по поводу слов. Потому что в последнее время я наоборот задумываюсь о том, о чем я говорю. И как раз если я сказала, то я наоборот почему-то нет у меня вот этой легкости, о которой вы говорите. И сегодня одно, завтра другое. И когда я скажу что-то, то я не имею в виду этой легкости, о которой вы говорили. Когда я сказал что-то, и потом в другой. Если я сказала, значит, я должна это сделать. И мне сложно поменять решение. Я учусь этому, что признать, что сейчас я уже так не хочу. И это часть урока, быть честным. В первую очередь с самой собой. И честность с другими людьми приходит из этого. Если ты честна с собой, тогда ты честна и с другими. И когда ты говоришь что-то, и ты знаешь, что у этого слова есть сила. Это позитивный урок для близнецов. Что бы они ни говорили, они должны сделать. Это вроде как они пытаются научиться. И, возможно, они перейдут из того, чтобы быть слишком игривыми, в то, чтобы быть слишком серьезными. И, может быть, ты можешь найти среднюю часть. Но это начинается с того, чтобы знать, что является правдой для тебя. И во вторую очередь, это каким-то образом передать, коммуницировать это другим людям. Что я тот человек, который следует правде своего сердца. И еще один вопрос. Спасибо, я поняла. Еще один вопрос. Спасибо, я поняла. Еще один вопрос. Спасибо, я поняла. Почему я думаю, говорить или не говорить, я что-то чувствую или вижу. Мне почему-то сложно донести на том языке, на котором человек меня может понять. Я как-то это все вижу сложно. И сколько уровней там, что я не знаю, что я могу сказать. Ну, чтобы, в общем, не навредить, что ли. И, конечно, это очень хорошее намерение не хотеть поднести боль другому человеку. Но иногда мы не можем предотвратить недопонимание других людей другими людьми нас. И мы тогда коммуницируем, говорим самым лучшим образом, который мы можем. Если ты следуешь за своей правдой и показываешь, что ты не хочешь причинить вред другим людям. Но если они все равно это им причиняет боль, то, возможно, это их выбор. Всегда возможно недопонимание между людьми. Мы пытаемся продолжать прояснять вещи своих сердец. И, конечно, если мы после обнаруживаем, что мы причинили боль кому-то ненамеренно. И это может быть также частью урока коммуникации, это опять поговорить с этим человеком. Но ты не ответственен за то, что весь мир не будет чувствовать боль. Если ты чувствуешь, что ты теряешь слишком много энергии, пытаясь объяснить себя все время. И если ты все еще пытаешься прояснить себя, объяснить себя и все это продолжает не работать, то можно дойти до точки. Все окей, просто нужно оставить это. Хорошо, друзья, это был еще один пример сегодня о нумерологической сессии. Если вы хотите обучиться нумерологии, то добро пожаловать на тренинг. Это будет 20 января, уже через несколько дней. Вся информация должна быть в чат-боте. И также напоминаю, что 19-го у нас есть вечер бесплатной медитации. Чтобы отпраздновать, когда Оша покинул свое тело, его махапара нирвану. Я расскажу, как это событие происходило для меня, когда я видел, как Оша умирал. И тогда же мы попрактикуем одну из рекомендованных Оша медитации смерти. Я думаю, что на сегодня все. Окей, опять-таки, все. Так, спасибо, Сантоши. Спасибо, Сантоши. Спасибо. 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 Продолжение следует...